Посмотри, милый, сколько игрушек и погремушек, и все разных цветов. Может быть не надо покупать новые игрушки, у Доминика и Марио есть ненужные. Наши девочки могут не понравиться игрушке мальчиков. Да, но мы точно не знаем, будет ли девочка или мальчик. Давай возьмём этот жёлтенький плащ. Он очень милый, Леончик. Уже представляю, как мы гуляем с нашей малышкой по парку, и она в этом плащике. Если честно, мне не очень нравится жёлтый цвет. Может быть выберем что-нибудь более классическое. Все цвета должны быть, из чего ты решил, что жёлтый цвет не станет любимым цветом малыша? Привет, будущие мама и папа. У нас сейчас проходит акция, покупаете детскую кроватку и получаете курс дыхания в подарок. Нам нужна не только детская кроватка. Я хотела взять корзину со всем, что необходимо для моего ребёнка. А вы ждёте мальчика или девочку? Мы всё ещё не знаем. И пока мы не знаем, как определиться с цветами. Позвольте мне подобрать хорошие цвета и доставить вашу корзинку через час. Благодарю. Вы можете добавить что-то ещё на своё усмотрение? У нас есть два близнеца, мы большая семья. Конечно, а вы пока отправляйтесь на курс дыхания. Почему все просто стоят? Мы не собираемся бежать в марафон, это прежде всего упражнение для расслабления. Доброе утро, пары. Я очень рад, что вы пришли на мой курс. Правильное дыхание во время беременности очень важно и для мамы, и для будущего малыша. Для того, чтобы женщина смогла полностью расслабиться, тем самым улучшить работу внутренних органов. Но лучше всего, когда вас поддерживает папа-малыша и проходит то же самое, что и вы. Папы повторяют первыми. Давай, Леончик, это несложно. Медленно вдохните через нос. Почувствуйте, как грудная клетка постепенно расширяется во всех направлениях, а диафрагма остаётся на месте. Задержите воздух в лёгких. Когда ваша грудь полностью наполнится воздухом, плавно выдохните ртом. Мне не хватает кислорода. После выдоха надо сделать медленный вдох. Кажется, будет трудно родить без моей помощи. Эй, Леончик, ты чего свалился? Вставай! И без какой это твоей помощи? Во время первых родов ты потерял сознание. Я верю, в этот раз будет лучше. Главное продолжать делать упражнения. А вам советую улучшить форму. У меня нормальная форма, я могу пробежать полчаса на большой скорости. Надо делать всё правильно, чтобы помочь ребёночку появиться в мире. Что я должен делать? Посмотрим, как вы держите форму. А пока вы, миссис Рита, идите на расслабляющий массаж. Вау, мне нравится эта идея! Подумайте о море, волнах и ребёнке. Плавайте в воде безмятежно. Я думаю, я сейчас засну. Моя техника уникальна для мам. Расслабьтесь. Кажется, марафон этого года я уже пробежал. Привет, любовь моя! Быстро переодевайся, потому что мы уже уходим. У меня появилась огромная тяга выпить кофе шоколадным пончиком. Не могу быстро, я устал. Как же вкусно! Пончики заставляют чувствовать меня замечательно. Но доктор разрешил тебе это есть. А что, если он мне никогда не запрещал? Я жду ребёнка. У него есть желание скушать пончик. Я должна дать ему его. Ох! Что случилось? Ребёнок выходит. Ты в порядке? Рита, нужно срочно ехать в больницу. Спокойно, Леончик. Ребёнок будет футболистом. Так сильно пинает животик. Ты его расстраиваешь таким количеством сахара. И куда мы теперь идём? Домой. Сейчас я хочу увидеть мальчиков. Госпожа Клементина Леру, почему мама и папа стали меньше с нами играть? Мы что, постарели как вы? Эй, я не старая мальчик. Во мне пылает много страсти. Мне кажется, родители перестали нас любить. Я понимаю вас, ребята. Скоро здесь появится ещё один ребёнок. Получается, мы больше не нужны? Мама собирается любить всех одинаково. Её любви хватит, чтобы дать вам всем. Мы дома, семья. Ура! Мама и папа пришли! Надеюсь, вы хорошо себя вели. Спасибо, госпожа Клементина Леру, что остались с ними. Мне не сложно, я с мальчиками отдыхаю. Эй, Лёна, как у тебя дела с подготовкой? Я готовлюсь основательно и не потеряю сознание во время родов. Ладно, увидимся завтра. Мне нужно идти готовиться к свиданию с Маркусом. Он такой шалун. Леончик, сегодня ты занимаешься обедом. Разве не ты готовишь по четвергам? Я что-то неясно сказала? Добавить кетчуп в спагетти? Хочу сосиски. И я. Ладно, я помою руки и пойду на кухню. Наверное, курьер. Добрый день, я принёс тебе детские вещи. Спасибо, я не ожидала, что будет так много. Мы тщательно сортируем, чтобы ничего не помять. Вот, держите. Спасибо, хорошего дня. Мне что, принесли подарки? Эй, Доминик, почему только тебе? Это для нашего нового ребёнка. Ясно. Давайте посмотрим, что внутри. Ты будешь любить нового ребёнка больше? Мам, я люблю тебя так сильно, что не хочу потерять. Глупости, вы никогда меня не потеряете, детки. Мы будем большой семьёй. А у нас будет сестрёнка или братик? Нет, Марио, это секрет, кто родится. Но я заметил одежду на мальчика и подумал, это ему. Мне кажется, они перепутали. Я не говорила им о том, что родится мальчик. Я приготовил сосиски, Доминик. Марио тебе тоже. Еда, 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 еда. Рита, ты выглядишь грустной. Я даже макароны не успел приготовить. Что случилось? Продавец подсунула нам новую одежду на мальчика. И мне кажется, это знак. Просто случайность. Нет никаких знаков. Я хочу девочку, Леончик. А что, если я не полюблю мальчика? Не говори странные вещи. Ты полюбишь нового малыша так же, как и он полюбит тебя. Спасибо за поддержку. Я прогуляюсь и подушу свежим воздухом. Первым делом я зайду в магазинчик очков. Мне нужны новые солнцезащитные очки. Привет, чем я могу помочь? Привет, я хочу купить тебе солнцезащитные очки. О, позвольте мне помочь подобрать их для вас. Мам, 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 купи мне эти очки. Сынок, у тебя уже есть круглые очки, они валяются. Ну, мам, они чёрные, а я хочу вот с такими стёклышками. Хорошо, сынок, я куплю тебе эти очки. Мамуль, я хочу шоколадное мороженое. Конечно, солнышко, я возьму тебе один шарик. Спасибо. Мой сын первый раз сказал мамам, а мой сын сходил сам на горшок. Я всё ещё жду своего сыночка. О, кстати, тоже получила результаты анализов, и будет два мальчика. У меня тоже два мальчика. Что же это такое? Меня повсюду преследуют мамочки с сыновьями. Это проклятие. Все знаки ведут к тому, что у меня родится мальчик. Ещё раз спасибо, что дала почитать эту книгу. Она мне безумно понравилась. Ты можешь всегда пользоваться моей библиотекой. Я открою. Привет, Аня. Мне не в чем пойти на свидание с Маркусом. Можешь дать какое-нибудь платье? Госпожа Клементина Леру, боюсь, вам не подойдут мои платья. У нас разные размеры с вами. Ну да, я стройнее, знаю. Но всё равно не люблю вещи в обтяжку. А они выделяют мою попку, и я чувствую себя некомфортно. Может, лучше в магазин сходим и что-нибудь выберем? Они не понимают, чего я хочу. Неужели нет одного красивого платья для меня? Я знаю, на углу открылся новый магазинчик платьев. Там сейчас большие скидки. Привет, Аня. У тебя, как всегда, открыто. Привет, Рита. А почему вы все здесь и меня не позвали? Госпожа Клементина Леру только пришла. Ей нужны платья. А Лана вернула книгу, которую я дала почитать. Ясно. А я была в пекарне и купила свежие выпечки. Но что-то ничего не лезет. И я вот зашла поделиться. Ты не хочешь есть свои сладости? Проблема действительно серьёзная. Меня повсюду преследуют беременные мамочки. И их сыновья. А ещё мне по ошибке отправили одежду для мальчика. Все сговорились. Или это моё будущее? Эй, Рита, взбодрись. И не драматизируй. Всё будет так, как должно быть. А что, если должно быть не так, как я хочу? Рита, этого я и боялась. Ты превращаешься в сумасшедшую мамочку. Успокойся. Какие бы тяготы у тебя не были, мы никуда не денемся. Давайте развлечёмся. Сходим в театр или на выставку. Ага, и там обязательно встретим парочку мам, у которых будут сыновья. Я так боюсь будущего. А может, поиграем в видеоигры? Ты же любишь это занятие. Это не лучший план, который у тебя есть. Я предлагаю сходить к одной из гадалок. Они предсказывают будущее. И зная его, ты будешь меньше бояться. Да, это круто. Я проверю, всё ли там хорошо. У меня тоже есть кое-что на рассмотрении. Я так же хочу знать, будут ли у меня дети. А я не верю во все эти вещи. А что бы ты спросила? Встречу ли я свою любовь? Я и без всяких гадалок могу ответить да. Нет, ты не можешь знать будущее, Рита. У тебя нет силы. Я собираюсь сопроводить вас к ведьме, которая приоткроет завесу тайны. Кажется, от этой идеи у меня разгулялся аппетит. Доброй леди, мы пришли сюда, чтобы узнать будущее моей подруги Риты. Деньги вперёд. А разве вы не можете предвидеть, что мы не мошенники? Многие уходят и оставляют без ничего, поэтому им не нравится их будущее. Получи свои деньги. Гони будущее. Пойдёмте за мной. Что вы хотите узнать? Родится ли у моей подруги Риты девочка? Я вижу много хороших и плохих вещей. Двое красивых мальчиков уже родились, но больше ничего не вижу. А как же животик? Кто внутри? Я вижу что-то плохое. Дети скоро перестанут рождаться. Придёт последний ребёнок к земли, но не ясно, кто его мама. Очень грустно это говорить, но через какое-то время дети перестанут существовать. И поэтому вы привели меня сюда? Чтобы сделать этот поход более горьким? Теперь я хочу уйти домой и оставьте меня в покое. Она может быть матерью последнего ребёнка на земле, его будущее очень не ясно. Но я думаю, что у него много друзей, и они должны помочь. Конечно, все лайки в мире поддержат Риту. Почему они провели тебя в такое место? Тебе не нужно уделять много внимания тем вещам. Лучше делать всё, как говорит врач. Вот увидишь, как всё будет хорошо. Надеюсь, Леончик. Гадалка сказала, что этот год – последний год рождения детей. Гадалки точно не знают. Всё может обернуться. Наука всегда идёт вперёд. Пока тебя не было, позвонил врач. Нам надо сдать анализы. Леончик, давай оставим это. Я больше не хочу быть мамой. Рита, пойдём. И никогда не говори так. У меня есть секретная информация, что вы, Рита, должны принести последнего ребёнка на земле. И это будет самый одарённый ребёнок. Я что, рожу супергероя? Никто не должен знать об этом. И старайтесь много отдыхать. Спасибо, доктор. Вы так подбодрили меня. Я никому не расскажу. У нас будет ребёнок-супергерой. Или супергероиня. Пойдём домой. Няня скоро уходить. Доминик, Марио, вам нужно купаться. Я искупаю мальчиков. Ты отдыхай. Хорошо, тогда я постираю одежду, которую подготовила утром. Рита, оставайся на месте. Я сам закину вещи в стиралку. Тебе нужно больше отдыха. Эй, мама, что происходит? Почему ты не можешь помочь принять ванную? Да и зачем нужно больше отдыха? Ты болеешь? Нет, дети. Мама не больна. Но её животик продолжает расти. И скоро появится малыш. У нас есть тайна. И мы не можем сказать её. Мамочка, ты же знаешь, что я умираю от интриги. Что это за секрет? Ну ладно, Леончик. Я думаю, детям можно открыть ящик Пандоры. Наш малыш будет особенным. И обладать суперсилой. Я знал, в нашей семье родится киборг. Нет, это никакой не киборг. Такой же человек. Но, как сказал врач, малыш станет последним на земле. Рита, ты уже дома? Я собираюсь искупать мальчиков. Оставлю вас, девочки. Аня, Аня, у мамы есть секрет. Что за секрет? У тебя хорошие новости, не так ли? Короче говоря, у меня может быть необычный ребёнок. Что ты имеешь в виду? Миссис Рита, мы пришли за вами. Учитывая информацию, которую мы располагаем, нашей обязанностью является защитить будущего ребёнка, который может быть последним ребёнком Земли. Вы должны отправиться с нами. Чтобы быть в безопасности, нужно оградить вас от аварий. Мы позаботимся обо всём. Извините, но это приказ государства. Что? Но я не хочу никуда с вами идти. Мы должны заботиться о последнем ребёнке Земли. Я не хочу идти с вами. Нет. Извините, Миссис Рита. Пока мы не уверены, что беременность без осложнений, мы не можем перестать наблюдать за вами. Придётся остаться в изоляции на несколько дней, а затем посмотрим. Сэр, вашей жене придётся успокоиться. Это вопрос государства. Мы позаботимся о ней. Ребёнок будет последним ребёнком на Земле. От этого никто не лечится. И вам придётся набраться терпения. Но я хочу побыть с ней. Ей одиноко. Заходим, ребята. Дамы и господа, мы находимся в больнице, где мать последнего ребёнка на Земле. Ей придётся соблюдать абсолютный покой, чтобы не потерпеть неудачу. Ребёнок станет чудом для человечества. Мы будем продолжать давать информацию об этом случае. О, святые котики. Рита заперта в больнице. Я должна позвонить в банду. Мы сбытащим её оттуда. Поймите, вы мать последнего ребёнка на Земле. И мы должны позаботиться о его сохранности. Но мне грустно одной. Если будут люди, моя беременность пройдёт лучше. Мы не очень понимаем вас. Но если потеряем этого ребёнка, то власти посадят нас в тюрьму. Вот вам пончики для поднятия настроения. Не оставляйте меня с ними одну. Вы похитили моего друга. Она должна быть семьёй. Я её лучшая подруга. И требую, чтобы они освободили Риту. Мы лучше позаботимся о ней. Спокойно. Вы можете зайти к ней по одному. Разойдитесь, я первый. Риончик. Рита, что с тобой? Меня оставили один на один с этими сладкими монстрами. Они смотрели на меня, а я на них. И потом я всё съела. Я позову доктора. Ребёнок хочет выйти в мир быстрее. Скоро поприветствую малыша. Садитесь, я отвезу вас. Ребёнок выходит. Ребёнок выходит. Эй, медсестра. Мы хотим знать кое-что о Рите. Когда она родит? Это требует времени. Лучше идите домой. Я останусь здесь. Я родственная душа Риты. И хочу быть сначала, чтобы поздравить её. Я не могу дать вам больше информации, извините. Позовите мужа Риты. Он нам что-нибудь расскажет. Я видела его на носилках. Он не оправился от обморока. Что случилось с малышом? Я бабушка родившегося ребёнка. Это я буду его бабушкой. Вообще-то я настоящая. Соблюдайте спокойствие и ждите. Мама в другом здании. Я бабушка. И имею право знать, что там происходит. Хочу увидеть лицо мальчика. А может это не мальчик, а девочка? Она будет красивой и похожа на маму. Я знаю, это будет мальчик. Сохраняйте тишину во в больнице. Немедленно меня пропустите. Я бабушка. Не мешайте. Сядьте. Посмотрим. Я обхитрю их. Сегодня моя нога так сильно болит. Я думаю, сломала её. Что делает эта дама здесь? Понятия не имею, откуда она вышла. Спокойно. Мы отвезём вас на рентгены к врачу. Спасибо, ребята. Вы молодцы. Ждите здесь. Мы позовём доктора. Я внутри. Пора найти мать. Я оставил её здесь. Она не могла никуда уйти. Нужно срочно найти эту женщину. Дорогая, ты очень храбрая. Готовься стать особенной мамой. Где ребёнок? Я не вижу малыша. Мама? Что ты здесь делаешь? Тебе запрещено тут находиться. Я бабушка того ребёнка, который должен родиться. И я должна присутствовать. Вообще-то только мы с мужем должны быть здесь. Я люблю своего будущего внука. И он будет похож на моего любимого сына. Мама, мы до сих пор не знаем, будет у нас девочка или мальчик. Как это вы не знаете? Я думала, будет мальчик. Ах, мне нехорошо. Что эта дама делает здесь? Она должна быть на рентгене. Она потеряла сознание. Вы можете забрать её под наблюдение? Без проблем. Прости, любовь моя. Я такой нервный, но мама не вернётся, пока малыш не родится. Леончик, позови врача. Я думаю, ребёнок уже хочет познакомиться с нами. Доктор, на помощь! Доктор, на помощь! Всё под контролем. Через пару минут вы увидите своего ребёнка. Думаете над именем? Быть здесь в ожидании пытка. Никто не сообщает нам ничего. Ох, как же там мой внучок. Я так волнуюсь за него, бедняжка. Хорошей новости. Родилась девочка. О боже, Рита. Я так тебя люблю. Мамочка, папочка. Это наша сестрёнка? А как её зовут? Теперь самое сложное выбрать и имя. Давайте Тина. Это же водоросли. Может быть нам пришлют имя для девочки в комментариях. А пока не забывайте поставить лайк. Всем отличного настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова